Марина Ивановна Цветаева Знаменитая русская поэтесса, прозаик, переводчик, которая своим творчеством оставила яркий след литературе 20 века. Родилась Марина Цветаева в Москве 8 октября 1892 года. Ее отец был профессором университета, мать – пианисткой. Первое образование получила в Москве в частной женской гимназии, затем обучалась в пансионах Швейцарии, Германии, Франции. После смерти матери Марина, ее брат и две сестры воспитывались отцом, который старался дать детям хорошее образование. Первый сборник стихотворений Цветаевой был опубликован в 1910 году под названием «Вечерний альбом». В 1912 году она выпустила второй сборник стихов «Волшебный фонарь». В эти два сборника Цветаевой вошли также стихотворения для детей. Так, в классе, в субботу. В 1912 году выходит замуж за Сергея Эфрона. У них появляется дочь Ариадна. Вторая дочь Марины, Ирина, умерла в возрасте трех лет. В 1925 году родился сын Георгий. В 1922 году Цветаева переезжает в Берлин, затем в Чехию и в Париж. Творчество Цветаевой тех лет включает произведения «Поэма горы», «Поэма конца», «Поэма воздуха». Цветаева пишет серию произведений, посвященную известным и значимым для нее людям. Поэтический цикл «Маяковскому» в честь известного Владимира Маяковского, чье самоубийство потрясло поэтессу. «Живое о живом» – воспоминания о Максимилиане Волошине. «Пленный дух» в память об Андрее Белом. «Нездешний вечер» о Михаиле Кузьмине. «Мой Пушкин», посвященный Александру Сергеевичу Пушкину. Прожив в 1930-е годы в бедности, в 1939-м Цветаева возвращается в СССР. Ее дочь и мужа арестовывают. Сергея расстреливают в 1941 году, а дочь через 15 лет реабилитируют. 31 августа 1941 года Цветаева покончила с собой. В Цветаеве было написано множество стихотворений на самые разнообразные тематики. Девочки из нашей группы отобрали самые яркие стихотворения Цветаевой и представили в этом видео. Оно считается пророческим, ведь молодая поэтесса в его строках смогла предсказать свой творческий путь, судьбу своих стихотворений, которые получили широкое признание только после ее смерти. Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, Сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, Ворвавшимся, как маленькие черти, в святилище, где сон и фемиам. Моим стихам о юности и смерти, нечитанным стихам, Валявшимся по полкам в магазинах, где их никто не брал и не берет, Моим стихам, как драгоценным вином, настанет свой черед. Стихотворение создано в 1920 году. Это время тяжелейших испытаний в трагической судьбе Марины Цветаевой. Муж в белой армии и за границей, стихи не приняты советской России, умерла от голода в приюте младшая дочь Ирина. Возможно, поэтому и звучат в произведении темы смерти и одиночества. Знаю, умру Назаре, на которой из двух, вместе с которой из двух, Не решить по заказу. Ах, если б можно, чтоб сразу надву, На вечерней заре и на утренней сразу. Пляшущим шагом прошла по земле небо дочи. С полным передником роз, не ростка не нарушу. Знаю, умру Назаре, истребинную ночь Бог не пошлет по мою любительную душу. Нежной рукой, отведя на целованный крест, В щедрое небо рванусь за последним приветом. Прорезь зари и улыбки ответный прорез. Я и в предсмертной икоте останусь поэтом. В каждой строке этого стихотворения Чувствуется скорбь, утраты и еще не остывшие трепетные чувства к Петру Эфрону. При жизни их связывали романтические отношения, Несмотря на то, что он был братом ее мужа Сергея. При жизни вы его любили и в верности клялись навек. Несите же венки из лилий на свежий снег. Над горестным его ночлегом помедлите на краткий срок, Чтоб он под этим первым снегом не слишком дрог. Дыханием души и тела согрейте ледяную кровь. Но если вас уже успела остыть любовь к любовнику, Любите братца, ребенка с венчиком на лбу. Ему ведь некому прижаться в своем гробу. Ах он, кого вы так любили и за кого пошли бы в ад, Он в том, что он теперь в могиле не виноват. От шороха шагов и платья, дрожавший с головы до ног, Как он открыл бы вам объятья, когда бы мог. О, женщины, ведь он для каждой был весь безумие и пыл. Припомните, с какой жаждой он вас любил. Припомните, как каждый взгляд вы ловили у его очей. Припомните былые клятвы во тьме ночей. Так и не будьте вероломны у бедного его креста, И каждое тихонько вспомни его уста. И прежде чем отдаться бегу саней с цыганским бубенцом, Помедлите к ночному снегу, припав лицом. Пусть нежно опушит вам щеки, Растает каплями у глаз. Я, пишущая эти строки, одна из вас. Ни данной клятвы не нарушу. Жизнь, карьи глаза твои. Молитесь, женщины, за душу самой любви. В первый год после революции Марина Ивановна Цветаева в своем произведении «Я счастливо жить, образцово и просто» Ищет опоры в Боге и собственном творчестве. «Я счастливо жить, образцово и просто» Как солнце, как маятник и как календарь Под светской пустынницей стройного роста Премудрой, как всякая божья тварь Знать дух мой сподвижник и дух мой вожатый Входить без доклада, как луч и как взгляд Жить так, как пишу, образцово и сжато Как Бог повелел, и друзья не велят Какая не моя офицерская прямость Есть в ребрах моих офицерская честь На всякую муку иду неупрямясь Терпение солдатское есть Как будто когда-то прикладом и сталью Мне выправили этот шаг Недаром, недаром черкесская талия И тесный ременный кушак А зорю заслышу, отец ты мой родный Хоть крайские штурмом врата Для сумки походной раскинутых плеч широта Все может, какой инвалид ошалелый Над люлькой мне песенку спел И что-то от этого дня уцелело Я слово беру на прицел И так мое сердце над тресс-офицером Скрижо щит Корми, не корми Как будто сама я была офицером В октябрьские смертные дни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok